В 1967 году экраны советских телевизоров перестали быть черно-белыми и, наконец-то, обрели цвет. Другое важное событие того года – это премьера кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Фильм побил рекорд посещаемости, установленной его же предыдущей комедией «Операция И». Мы расскажем вам о том, как снимали эту потрясающую картину. С вами Иван Усачев и программа «Тайны нашего кино». Сегодня вы узнаете, почему фильм стал последним для труса, балбеса и бывалого. Я тебя породил, я тебя и с тобой покончу. Чем закончилась ссора между Леонидом Гайдаем и Евгением Маргуновым? Больше он его снимать не стал. Для него он был закончен абсолютно. Как актер, как комедия. Как рождались самые лучшие шутки комедии. Я вошел в кадр и понял, что шляпа не должна быть. Шляпы снимай. Что? Шляпы снимай. И почему роль Шурика стала для актера Александра Демьяненко тяжелым испытанием? Ну и так получилось нелепо, что один из руководителей театра ему сказал, что, в общем-то, я вас не очень не знаю. Все это и многое другое вас ждет в нашем сегодняшнем выпуске. Наверное, нет в нашей стране человека, который бы не знал сюжет кавказской пленницы. Студент Шурик приезжает на Кавказ собирать местный фольклор. Но оказывается втянутым в настоящее преступление. Похищение комсомолки, спортсменки и просто красавица Нины. Шурик вступается за честь девушки. Ну, вы и так знаете сюжет. Зрители в кинотеатрах даже не догадывались, что троицу Витсена, Никулина и Мургунова они видят вместе в последний раз. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. До этого над ними смеялись в самогонщиках, в фильме «Пес-барбос» и «Необыкновенный кросс» и «Операции И». Давайте! Руки вверх! Съемки в «Кавказской пленнице» поставили крест на этом комедийном трио. Еще съемки не кончились, а Гайда, я уже говорю, что это последний кино. И Гайда, я считаю, что троих себя исчерпал. И, в принципе, история-то показала, что он прав, потому что были попытки использовать его и дать жалобную книгу, и «Семь стариков», и «Одна девушка». Ну, совсем не то. Во-первых, этот фильм сделал только Гайда. Где третий? Не скажу! Я тебя породил, я тебя и с тобой покончил. Первоначально фильм назывался «Шурик в горах». В отличие от прежних работ Гайдая, это был не сборник новелл, а полнометражная картина. Ее центральным сюжетом было похищение девушки. Можно пойти в ЗАГС, но до этого, по обещанию, невесте нужно украсть. Украсть? Мало кто знает, что фильм был основан отчасти на реальных событиях. Этот факт даже был документально подтвержден. Режиссер случайно увидел заметку в газете. В ней говорилось о том, что приехавшую отдохнуть на Кавказ девушку пытались купить за стадо баранов. Да что, симпатичная легенда о том, какой-то кавказский начальник решил украсть отдыхающую девушку. Вот. Я вообще жил на Кавказе, страха такие истории. Но они случались, вообще-то, говорят, в реальности. Еще и в то время. Сначала их рассказывали. Я лично не присутствовал, не участвовал в похищениях девушек. Но если мне предложили, конечно, поучаствовал в этом так романтичном. 20 баран? 25. 20. 20. Холодильник Розенлев? Что? Финский. Хороший. Комическая ситуация, подумал Гайдай. Надо ее экранизировать. Сценарий утвердили быстро. А вот актеры оказались под вопросом. Долго думала как раз та самая троица. Витцин, Маргунов и Никулин. Им самим история про студента Шурика показалась притянутой за уши и наигранной. Но из уважения к режиссеру они дали согласие на съемки. Вот это другое дело. На это мы пойдем. Да? Заминайтесь. Отец сам говорил, что, допустим, если в операции там буквально с первого-второго дубля все снималось, и все их сцены, то тут 3-4, то есть уже надо было что-то из себя. Хотя карты, значит, смешно. Я недавно пересматривал, показывали, очень смешно. Не удалось в этот раз избежать и конфликтов на съемочной площадке. Невероятно популярные после операции и актеры в этот раз не всегда могли найти общий язык с режиссером. Труднее всего пришлось с Евгением Моргуновым. Гайдай отстранил его от работы в самый разгар съемочного процесса. Он сразу говорит, отправьте его в Москву, я буду снимать дублера. Водушевленные одобрением редакционной коллегии, сценаристы и режиссер отправились на поиски места, где будут проходить съемки. Действие фильма разворачивается в горах Кавказа. На самом деле его было решено снимать в Крыму. Поговаривают, что Гайдай схитрил и выбрал место не только из-за красивых пейзажей, но и благодаря близости к морю. Должна же где-то отдыхать съемочная группа. Мы видели кинографисты, люди со вкусом, они вообще-то выиграют места, которые удобны и комфортны для съемок и для времяпрепровождения съемочной группы. Это создает определенную атмосферу, и может быть там в горах Кавказа снимать было не так уютно. Правда, ни одного кадра моря в картину так и не вошло, а вот узкие улочки Алушты на экран попали. Кварталы этого курортного городка остались в памяти многих советских зрителей, даже никогда не бывавших здесь. Прошу, проходите, пожалуйста, проходите. Вот здесь стояла карета скорой помощи, были носилки, и Шурика грузили в эти носилки после прекрасной крымско-кавказской свадьбы. А, да что это? Человек немножко много вина пил. Ничего не случилось? В массовых съемках из местных жителей не принял участие только самый ленивый. Кто-то однажды подсчитал, что почти полтысячи горожан попали в кадр легендарной комедии. Встречаем нашему дворцу враг Сочтан. Одним из них стал Владимир Чибисов. Помните вот этих мальчишек? Нет, давайте все-таки зайдем. Нет, давайте зайдем. Но все-таки 50 лет мы ждали этого момента. СМЕХ Вот они, двоюродные братья Владимир Чибисов и Юрий Тихонов. Те самые мальчишки спустя полвека. Только не на съемочной площадке, а в квартире музея трех актеров – Витцина, Моргунова и Никулина. А сколько вам лет было в то время? Ну, я еще в школе не учился. Да, да, да. А, то есть лет по шесть. Да, да. И все помните, как сейчас. Ну, это было событие. Это было событие. Ну что, это мы все помним. Братья признаются, что в картину они попали по воле случая. Двум мальчуганам просто повезло. Поставили будочку, в которой сидел Витцин. И мы вышли, посмотрели, что там действительно происходит. И вдруг, вот там в той будке сидит какой-то дядька и как бы ругается. Мы добежали до этой будки, заглянули, он действительно замахал на нас. Это было не предусмотрено. И нас отставили в этом кадре. То есть это совершенно случайный момент. В Алуште когда-то жила бабушка Вова и Юры. И мальчишки в то время гостили у нее. Сейчас братья живут в Москве. Но и родную Алушту не забывают. Прошло уже 50 лет. А они и сегодня с закрытыми глазами могут провести экскурсию по тем местам, где снимался их любимый фильм. По этой улице спускалась красавица-комсомолка-спортсменка Нина. И мы как раз подойдем к тем воротам, за которыми жил ее дядя. Ты где пропадаешь? А в чем дело? Здесь стоял фронтик муку-тычан. И эту ж. И встречали невесту. Вы как относитесь к браку с отчетами? Ну вообще-то положительно. Я об этом думать ищу. А вот здесь вот так заносили холодильник. Причем, по уточненным данным, холодильник заносил местный огурцынский мужик. Минутку-минутку. Местный житель Иван Григорьевич Иванченко, которого зрители видят только со спины, стал на некоторое время дублером Маргунова. А все из-за того, что Гайдай отстранил актера от съемок. Свидетелем их ссоры стал Николай Гаро. Сегодня он кинопродюсер. А в то время был директором фильмов и работал с Гайдаем. Кстати, вот он. В одном из эпизодов «Кавказской пленницы». А я пришел, он мне говорит, надо сняться. Я сейчас сделаю такую кепку большую, усы тебе наклеиваю. И снимешься в этом фурию своей. Нередко Гайдай на большом экране смотрел отснятые эпизоды. К таким домашним просмотрам он допускал не всех, только самых доверенных сотрудников. Однажды во время очередного сеанса в зал пришел Маргунов. Но не один, а в компании двух подвыпивших девицей. Мы говорим, Женя, ну что ты притащил кого-то? Зачем? Неудобно? Мы и так сами просим разрешения. Смотри, а ты еще каких-то посторонних? Он говорит, подумаешь, режиссер. Это я точно знаю. При мне это было. Тоже мне в фелине. Больше он его снимать не стал. Все. Для него он был закончен абсолютно. Как актер, как комедия. Маргунов еще долго извинялся перед Гайдаем. И режиссер позволил ему остаться в «Кавказской пленнице». Но больше Леонид Иович в свои фильмы Маргунова не приглашал. В отличие от Юрия Никулина. Он обожал Юру Никулина. Обожал в том плане, что он считал, что Юра может играть все. На съемочной площадке Гайдай позволял актерам импровизировать. Некоторые эпизоды на ходу придумал сам режиссер. Например, вот этот. Полностью придумка Леонида Иовича. Три. Вот этот. Многие вещи там, вот как нога в «Кавказской пленнице» где он. Это его рука. Он там пятку чешет. Так. Пиши, пиши. Гайдай высоко ценил в актерах творческую непокорность. Специально для такого случая он даже подготовил ящик к шампанским. За каждую импровизацию и придуманный трюк вручал бутылку. Владимир, это уж признается, что несколько раз получал из рук режиссера такой презент. Причем выходило это совершенно случайно. Я вошел в кадр и понял, что шляпа не должна быть. Шляпу сними. Шляпу сними. И тогда Гайдай говорит, давай-ка вот в кадр. Я говорю, пожалуйста, шляпу сними. Что? Шляпу сними. В «Кавказской пленнице» много творческих находок. Одна из них – роль товарища Саахова в исполнении Владимира Этуша. Его персонаж был создан для большего комического эффекта – противовес троице неудачников. Обидно, клянусь. Обидно, но ничего не сделал, да? Я брал какие-то примеры из тех образов, которые я уже наиграл восточных. Меня зовут Самет Рза, Ибрагим Рза, Оглым Амин. Почему он меня взял? Потому что я владел восточным акцентом и понимал, что такое восточный человек. Минеральная вода, есть? Есть, я уже говорила об этом. Извини, пожалуйста. В одной из театральных постановок Этуш играл Сталина. А после выхода на экраны «Кавказской пленнице» некоторые критики заинтересовались. Уж не с него ли был взят образ товарища Саахова? Такой же френч и иногда та же самая интонация. Преступник? Я же не знал. Какой позор? Какой позор? Клянусь, честное слово. Сталин был фигурой, общеизвестной. И, конечно, если что-то такое напоминало Сталина, то кино это хотел отражать. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Но если говорить серьезно, то все от них не зависят. Ну, какие-то вещи, может быть, походили на манеру вести диалог у Сталина. Это не значит, что мы собирались воплотить образ Сталина. Нет. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения. Да нет, не беспокойся. Это сделают совершенно посторонние люди. Изначально герой Этуша был не Саахов, а Охохов. Но в Министерстве культуры оказался руководящий работник с такой же фамилией. И ее в фильме попросили изменить. Герой Этуша стал Сааховым. Но нашелся чиновник и с такой фамилией. Причем именно в партийной организации Мосфильма. И тогда на защиту этой фамилии выступил тогдашний министр культуры. Екатерина Фурцева заявила, а если бы он был просто Ивановым? Оставляйте все как есть. Мое здоровье. Спасибо. Я не ждал, что я тебя через столько лет увижу. Такой красавицей, как ты была. Ваше много спасибо. Самыми сложными оказались поиски актрисы на главную женскую роль фильма. Нину пытались найти среди самых известных красавиц того времени. На эту роль пробовались Лариса Голубкина, Марьяна Вертинская, Наталья Кустинская и Наталья Селезнева. Но Гайдай отдал предпочтение неизвестной 19-летней артистке цирка Наташи Варлей. Он в жизни был человеком очень таким вот серьезным и замкнутым. У него тоже было удивительное чувство юмора, но я его боялась, и я не понимала его чувство юмора. Тогда юная красавица и представить себе не могла, что после выхода картины на экраны ей будут подражать миллионы советских женщин. Играла роль просто ее свежести. Просто нельзя было найти такую персональную актрису, которая могла сыграть с такой очаровательной непосредственностью. Она очаровательно танцевала, очаровательно двигалась. Вот такая кнопка, вся из себя. Ну, это прелестная прическа, которая наверняка копировалась девяти-десятиклассницами после этой картины. Кстати, главную песню фильма исполняет не Варлей, а певица Аида Ведищева. Наталья Варлей, даже говорит не своим голосом. Артистку озвучила коллега по актерственную цеху, знаменитая Тося из фильма «Девчата» Надежда Румянцева. С такими я не танцую. Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Как ни парадоксально, но актриса спустя много лет сама будет озвучивать героинь мыльных сериалов из Бразилии и Аргентины. Ты красивая? Ай, еще чего. На роль главного героя, студента Шурика, тоже было немало претендентов. Более 40 актеров. Страховка? Спокойно. Среди них, например, Валерий Носик. Его режиссер запомнил еще со съемок комедии «Несерьезные истории». Проба проходили и Андрей Миронов, и Олег Видов, и даже Евгений Петросян. Сам по себе Шурик. С одной стороны, он умный, ученый, способный, энергичный, красивый, симпатичный. С другой стороны, он балбес, вообще-то говоря. Человек, который вешают лапшу на уши, которого спай и так далее. Это такое пародийное снижение образа интеллигента. И Демьяненко абсолютно идеально вписался в эту ситуацию. Поначалу главного героя-студента звали Владик Орьков. Это уже потом, во время работы, ему дали новое имя – Шурик. Так появились операции «Ы» и другие приключения Шурика. А вслед за ними и кавказская пленница. Сегодня в этой роли невозможно представить себе никого другого, кроме Александра Демьяненко. Из жгучего брюнета Демьяненко пришлось перекрасить блондина. Жена артиста неоднократно рассказывала, что его волос не щадили. Гримеры красили актера до волдырей на коже. Но Александр стойко переносил испытания. Как, например, в эпизоде с Рогом. Только очевидцы знают, чего стоила эта сцена. Огромный племенной бык вел себя агрессивно. «Отдай рог, я тебе говорю!» Его привозили на отдельные машины. Вот это снять, когда он говорит «Отдай рог, отдай рог», вот чтобы это снять, там было штук 10 дублей. И в конце бык уже разбушевался, его не могли на платформу обратно задолбать. Его водило два человека, это кольцо огромное. Это бык огромный был. И он вот так вот раскачивал машину. «Остарай!» 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 Роль принесла Демьяненко невероятный успех и зрительскую любовь. Однако в глазах зрителей он превратился в комедийного актёра. Отчего нередко страдал. Александр Сергеевич так и остался заложником одной роли – студента-ботаника. Хотя мечтал о серьёзных драматических ролях. Он не очень любил, когда его воспринимали как Шурика. Держите Шурик! Сейчас я вас вытяну! Демьяненко много снимался. Но после Шурика по-настоящему интересных ролей ему уже не предлагали. С театром тоже не сложилось. Он всё больше выступал в антрепризах. А в середине 80-х устроился на службу в театр комедии имени Акимова. Но в начале 90-х ушёл и оттуда. Я в сердцах, иной порою, чуб сниму. Ну и так получилось нелепо, что один из руководителей театра ему сказал, что в общем-то я вас не очень знаю. Ну каково это воспринимать актёру? Да ещё, в общем-то, хотите, не хотите, загружённому такой степенью популярности. Демьяненко скрывал, что у него больное сердце. А обида в театре буквально подкосила его. Рассказывает друг и партнёр актёра Ефим Каменецкий. Александр Сергеевич всегда был человеком хранимым и принимал всё близко к сердцу. Ему нужно было заботиться о супруге Людмиле и патчерице Анжелике. Артист всё больше стал ощущать свою невостребованность. Вначале у актёра ухудшего зрения, а вскоре потребовалась операция на сердце. Но Демьяненко её так и не дождался. Кто её сделает? Он умер в возрасте 62-х лет. Кавказская пленница заняла почётное четвёртое место среди всех лидеров советского кинопроката. Фильм тут же растащили на цитаты. Эта комедия до сих пор держит первое место по числу афоризмов. Все фразы уже давно ушли в народ. Моментально. Моментально. В море. Бортавары. Куза. Что он говорит? Бомбарбия. Киргуду. Многие до сих пор не понимают, в чём секрет успеха гайдаевских фильмов. А талант режиссёра заключался на самом деле в том, что он умел преподнести, казалось бы, совершенно серьёзные ситуации с иронией и смехом. Сегодня вдова Леонида Иовича, актриса Нина Гребешкова, рассказывает, что уже на этапе съёмок любой своей работы он понимал, для кого снимается та или иная шутка. Он, например, когда монтировал, он делал так. Вот это какой-то юмор для детей. Дальше у него шло для рабочего класса. А третье, а это для гнилой интеллигенции. Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Почему? Шутка. Ну, потому что, ты понимаешь, зал. И когда всё затихает, это всё умирает. А нужно, чтобы непрерывно смеялись. Короче, Склихосовский. И только цензура была беспощадна ко многим шутцам. Однако, по счастливой случайности, многие афоризмы из кавказской пленницы не вырезали. Осталась в картине и довольно крамольная по тем временам фраза. Комсомолку. Между прочим, в соседнем районе жених украл члены партии. Вначале её должен был произнести герой Фрунзика Макартычана, дядя Нины, а по совместительству и главный руководитель похищения, товарищ Джабраилов. Киноначальники запротестовали. Но Гайдаю так было жалко вырезать из фильма эту шутку, что он решил просто отдать её герою Юрию Никулина, Балбесу. Он же Балбес. Что с него возьмёшь? Очень влияла Татьяна Николаевна, его жена. Она считала, что комедия – это цирка, это всё, цирка – это замечательно, но в кино Юра не должен играть Балбеса. Ему любой текст можно было говорить, потому что за этим стоял образ Балбеса. Вот, ну что хочешь, то и делаешь. Так или иначе, картина понравилась всем. И Гайдай предложил руководству Госкино снять продолжение. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Во второй серии Трус, Балбес, бывалый товарищи Сахов и Джабраилов должны были попасть на образцово-показательную зону. Но предложение режиссёра в этот раз начальство не оценило и не поддержало. Садитесь. Спасибо, я поставил. Гражданин судья! Пока! А он не может сесть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...